Дорогие зрители, дорогие подписчики, всем здравствуйте! Меня зовут Павел Брыкин, и это YouTube-канал «Будет Гром». История «Черной вдовы» Екатерины Сакирской вызвала взрывной интерес. Большое спасибо всем зрителям, которые подписались на канал «Будет Гром» и высказали свое мнение в комментариях. Продолжайте в том же духе. Сегодня мы обсудим последний предсмертный телефонный разговор между жертвой и ее убийцей. Каждое слово в этом диалоге предвещало кровавую трагедию. Ваш интерес еще раз убедил меня в том, что история жизни и смерти самарской красавицы, которая по чудовищному стечению обстоятельств стала черной вдовой, заслуживает тщательного журналистского расследования. Я убежден, что имею прямое отношение к этой трагедии, ведь мои мысли часто возвращали меня в Самару. Мой мозг постоянно думал о Екатерине и ее судьбе, хотя я и не знал ужасных подробностей ее второго брака. Все мы ежедневно находимся в бурлящем жизненном потоке. Каждый день куда-то бежим, не замечая, как мы можем помочь другим людям. Я уверен, что если бы в марте настоял на встрече с Екатериной и записал бы с ней интервью, возможно, сейчас она была бы жива, и мы вместе писали бы ее книгу. Книгу жизни, а не книгу смерти. Когда был живой мой отец, он говорил, «Сынок, я прошу тебя заезжать домой всякий раз, когда ты окажешься неподалеку». Я не слушал и не всегда навещал его, когда был рядом с родным домом в далекой Сибири. Почти так же я поступил в марте в Самаре. Я был так близко. Я встретился с ее замечательным адвокатом и, как оказалось, ее убийцей Алексеем Рисковым. Но не встретился с самой Екатериной. Хотя мог бы это сделать. Дорогие зрители и подписчики, прошу вас не повторять моих ошибок. Обязательно встречайтесь с близкими и родными каждый раз, когда оказываетесь рядом. Ведь это может спасти кому-то жизнь. Помните об этом. С этого дня я буду вместе с вами, дорогие зрители и подписчики, изучать каждую страницу уголовного дела об отравлении первого мужа Екатерины, банкира Дмитрия Пузикова-старшего. Параллельно с журналистским расследованием отравления банкира я буду сообщать вам новые подробности убийства Екатерины Сакирской и загадочной смерти ее палача, бывшего второго мужа, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Рискова. Мне удалось пообщаться с родными Екатерины и Алексея. Понятно, что сейчас все они находятся в шоковом состоянии от произошедших смертей. Поэтому пока не готовы подробно рассказать нам всем о событиях, которые привели к этой кровавой развязке. Но мне все же удалось узнать для вас некоторые подробности. Начнем с убийства Екатерины. На месте происшествия в ее квартире нашли садовые перчатки. Общая картина убийства шокирует. Очевидцы рассказали, что все стены и пол были в крови. Руки Екатерины в синяках. Скорее всего, перед смертью она закрывалась от ударов Алексея. По состоянию ее лица и тела можно сделать вывод, что убийца действовал с особой жестокостью и ненавистью. Топор, которым Алексей нанес удары Екатерине, нашли в кафе неподалеку от места происшествия. На орудии убийства была кровь Екатерины. В это кафе Алексей зашел, чтобы избавиться от окровавленной одежды и переодеться. Все это говорит нам о том, что Алексей Резков заранее готовился к расправе над своей второй бывшей женой Екатериной Сакирской. Соседи рассказали, что видели убийца около дома Екатерины еще утром. Он приехал на каршеринге. Потом разбил в этой машине стекло и достал оттуда рюкзак. Предположительно, именно в нем были топор и запасная одежда с садовыми перчатками. После убийства Алексея видели на набережной в Самаре. Это подтверждается местоположением его мобильника. Затем убийца исчез. Напомню, вечером на следующий день после расправы над бывшей женой он на частном катере переплыл на другой берег Волги. По словам отца Екатерины, за несколько дней до убийства ему в невменяемом состоянии позвонил Алексей Резков и попросил уговорить девушку вернуться. Папа Екатерины категорически отказался от давления на дочь в личных вопросах. Это сильно разозлило Алексея Резкова. В карширинговой машине оперативники нашли энергетические напитки. Это может говорить нам о том, что перед убийством Екатерины Алексей сильно нервничал и не спал. В пользу версии о заранее спланированном убийстве говорит и последний предсмертный телефонный разговор между Екатериной и Алексеем. Давайте сделаем так. Мы встретимся с тобой при одном условии. Если ты, если ты именно будешь готова к честному разговору. Я готова к честному разговору. И если после этого разговора мы разойдемся полностью и ты будешь исключительно своей жизнью заниматься. Да, хорошо. Из этого фрагмента складывается впечатление, что инициатором последней встречи был именно Алексей Резков. Его слова звучат с явной агрессией и претензиями. Голос Екатерины наоборот спокойный. Я бы даже сказал какой-то уставший. Она ясно дает понять своему бывшему мужу чемпиону, что между ними все кончено. А он, несмотря на явное нежелание Екатерины видеть его, кто настаивает на последней встрече. Только, знаешь, я бы не хотел встречаться где-то в кафе, мафе. У меня есть мысль, да. У меня есть мысль. Мысль. Ну, если я еще раз говорю, хочешь, давай встретимся у тебя. Пообщаемся спокойно. Нет, и у меня мы тоже встречаться не будем. Я говорю, я приеду, у меня есть мысль. Ну, без проблем. Как хочешь. Алексей Резков первым предложил своей бывшей жене встречу не в людном месте. Общение, по мнению бывшего мужа, должно было проходить в формате один на один, без свидетелей, которые могли бы спасти Екатерину от смерти. Чемпион мира несколько раз заявил о своих мирных целях и продолжал заманивать жертву в ловушку. Екатерина напомнила Алексею о разводе, о том, что они уже несколько месяцев, с декабря 2020 года живут отдельно. Однако бывший муж никак не мог смириться со своим холостым статусом и активно влезал в жизнь Екатерины. Леш, у меня никогда не было вообще каких-то мыслей по поводу того, чтобы причинять какие-то палки. Я ушла и все, я занимаюсь своими делами. И никого не трогаю. Зарабатываю вовкой, строю что-то. Пыталась, вернее. Пыталась. Сейчас я предлагаю вам послушать еще один фрагмент телефонного разговора Екатерины с Сакирской. Она позвонила своим родным после очередной подлости со стороны бывшего мужа Алексея Резкова. И очень эмоционально, сейчас будет контент для взрослых, высказалась о происходящем в ее жизни. Это просто пиздец какой-то. У меня уже ни слов нету, ни сил нету. Вот вся моя терпелка израсходована полностью. У меня ресурсов уже каких-то человеческих там не осталось. Мне реально хочется его уже отгреть чем-то давным-давно. Просто понимаешь, он закрыл, да, он возместил то. И я выхожу, и он, ну, прекрасно понимает, что это я доказать не смогу, да. И просто у меня расцарапаны еще две двери целые, которые оставались. То есть она у меня теперь вся по кругу расцарапана. В этом фрагменте телефонного разговора Екатерина рассказала родным о многократной порче ее автомобиля, белоснежного Лексуса, со стороны бывшего мужа. Сначала он разбил ногами лобовое стекло и поцарапал ключами одну сторону машины. Екатерина написала заявление в полицию. Бывший муж был вынужден возместить ущерб 200 тысяч рублей и умолял Екатерину забрать заявление из МВД. Она его пожалела. Ах, женщины, зачем вы проявляете жалость к деспотам? И не стала давать ход уголовному делу об умышленной порче чужого имущества. И зря. Я напомню вам, дорогие зрители и подписчики, что порча автомобиля является своеобразным предупреждением будущей жертвы. Именно так произошло в деле следователя МВД Евгении Шишкиной. Сначала сожгли ее Лексус, той же модели, что и у Екатерины Сакирской, а потом застрелили хозяйку авто. Полная эксклюзивная информация по этому громкому и позорному для всей системы МВД преступлению также есть на канале Будет Гром. Видео называется «Тайна убийства следователя». Что же могло стать причиной расставания и развода красавицы Екатерины Сакирской и чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Резкова? И почему бывший муж решил отомстить своей жене так жестоко? Ответ на эти вопросы нашли зрители канала Будет Гром в Краснодаре. Со мной связалась соседка Алексея Екатерины по дому в элитном жилом комплексе «Адмирал». Она сообщила, что лично видела, как Алексей Резков изменял своей жене с 20-летней брюнеткой, местной королевой красоты. Вот фотографии этой девушки. Ее зовут Антуанетта. С Алексеем она познакомилась в фитнес-центре. Напомню, именно спортзал когда-то свел Екатерину Сакирскую с ее убийцей. Алексей Резков, по утверждению нашей зрительницы из Краснодара, представился богатым холостяком, дарил подарки и водил Антуанетту в дорогие рестораны. Как только о любовнице мужа узнала Екатерина, она сразу подала на развод. Это жутко не понравилось Алексею Резкову. Начались скандалы. Екатерина нашла любовницу мужа в социальных сетях и пообщалась с ней. Юная разлучница испугалась и сразу же заблокировала профиль Алексея Резкова в Инстаграм, а также закрыла свою страницу. Несмотря на это, мне все же удалось достать для вас, дорогие зрители, скриншот страницы любовницы Алексея Резкова, где он выдал себя комментариям «Девушка, которая заставляет мое сердце биться сильнее». Кроме этого, мне также удалось получить доступ к странице Антуанетты и посмотреть несколько видео из ее сториз. Как раньше, в сториз я уже с вами не разговариваю целый июль. Надеюсь, что совсем скоро вернусь и будет так, как прежде. Мне просто было необходимо это время для передышки, для отдыха. В этом видео Антуанетта говорит своим подписчикам, что весь июль не общалась с ними, ей нужно было прийти в себя. Напомню, что 2 июля Алексей Резков убил Екатерину Сакирскую, 3 июля его задержали, 5 июля он признался в убийстве, а 17 июля его тело нашли на территории больницы в Синроссии. Наверняка именно эти события заставили Антуанетту закрыть доступ к своей странице в Инстаграм и перестать общаться с подписчиками в сториз. Кто же такая Антуанетта Гамбер? Она называет себя фитнес-леди и элегантной немочкой в шляпе. В интернете есть интервью девушки перед премией «100 самых красивых женщин Юга России-2019». Тогда она была студенткой, изучала картографию. Антуанетта считает, что настоящий мужчина способен изменить мир вокруг себя и своей семьи. Агрессию называет явным признаком слабости. Как мы теперь знаем, под это описание идеально подходил чемпион мира по кикбоксингу Алексей Резков. После развода с Алексеем Резковым Екатерина Сакирская решила закрыть их совместный бизнес – агентство недвижимости в Краснодаре. Вот так выглядит офис этой конторы сейчас. Ключи от помещения она отдала охраннику бизнес-центра за день до убийства. В Самару Екатерина поехала вовсе не ради встречи с Алексеем Резковым. На самом деле она давно планировала отправить своего сына в Турцию на отдых с дедушкой, а сама хотела отметить день рождения с подругами в Самаре. И последний раз увидеть своего бывшего мужа планировала в общественном месте. Однако он выследил ее и убил в квартире без свидетелей. Во время ареста Алексей Резков заявил, что пришел поговорить с Екатериной. Мирно поговорить. Зачем же он тогда взял с собой садовые перчатки, сменную одежду и топор? И самое главное, когда один человек убивает другого во время самозащиты, он не сбегает с места преступления, а сам вызывает полицию и скорую помощь. А потом честно рассказывает и показывает, как все произошло. Алексей Резков этого не сделал. Значит, он хотел смерти Екатерины и пришел ее убивать. На сегодня все. Спасибо за ваши комментарии. 95% зрительниц смотрят это видео без подписки. Если вам так удобнее, ставьте хотя бы лайки. Так я пойму, что эта тема вам интересна и выложу следующую серию о Черной вдове из Самары гораздо быстрее. С вами был журналист Павел Брыкин. Вы смотрите канал Будет Гром.